Далёкая Европа – одно из тех мест, где мы можем найти инопланетную жизнь. По крайней мере, учёные сильно на это надеются. Добро пожаловать на канал Парадоксы. Сегодня вы узнаете много интересного о шестом спутнике Юпитера – Европе. В 60-е годы прошлого столетия интерес астрономов был в первую очередь направлен на космическую программу Аполлон. Однако учёные из НАСА занимались изучением и других областей Солнечной системы. Они установили, что, используя гравитацию других планет, можно послать зонд гораздо дальше, чем если просто запускать его с Земли по прямой. И 2 марта 1972 года модуль Пионер-10 был запущен с мыса Канаверал во Флориде и достиг Юпитера в ноябре 1973 года, где и получил первые крупные снимки Юпитера и его спутников, в том числе и Европы. Вслед за ним был послан следующий аппарат – Voyager 1, достигший Юпитера 6 января 1979 года. Именно он передал первые детальные изображения Европы, которые обратили на себя внимание учёных. Внимательно присмотревшись к глубоким трещинам, покрывающим ледяную корку планетоида, они пришли к выводу, что больше всего это похоже на гидроразрыв. Такие разрывы астрономы наблюдали лишь в одном месте Солнечной системы – на Земле, где жидкая вода, попав в толщу льда, часто приводила к нарушению его структуры. На основе этого был сделан вывод, что Европа может скрывать под ледяным покровом океан жидкой воды. Галилео – ещё один зонд-путешественник. В 1997 году прошёл всего в 201 километре от Европы, он обеспечил очередные доказательства существования подповерхностного жидкого океана, предоставив карту рельефа местности, обладающего ярко выраженными приливными изгибами. На данный момент нам известно, что Европа немногим меньше земной луны, имеет диаметр 3122 километра и занимает шестое место по величине среди спутников, и 15-е среди всех объектов Солнечной системы. Поверхность Европы – одна из самых ровных в Солнечной системе. Лишь немногие образования, напоминающие холмы, имеют высоту до нескольких сотен метров. Высокая альбедо – отражательная способность спутника – свидетельствует о том, что поверхностный лёд относительно чистый и, следовательно, молодой. На поверхности Европы по земным меркам очень холодно. 150-190 градусов по Цельсию ниже нуля, а уровень радиации там очень высок. Так как орбита спутника проходит через мощный радиационный пояс Юпитера. Дневная доза почти в миллион раз больше, чем на Земле. Естественно, этого достаточно, чтобы вызвать лучевую болезнь у человека. Большинство планетологов, изучающих Европу, склоняются к модели толстого льда. Оценки толщины ледяной оболочки варьируют от нескольких километров до десятков километров. Глубина жидкого подповерхностного океана может достигать около 100 километров, а его объём – вдвое больше объёма Мирового океана Земли. 25 сентября 2016 года НАСА обнародовало удивительное доказательство существования водяных гейзеров на Южном полюсе Европы. Открытие стало результатом 15-месячного наблюдения за Европой с помощью телескопа Хаббл, который фиксировал прохождение Европы на фоне Юпитера в дальней ультрафиолетовой области спектра. Всего таких наблюдений было 10, и в трёх из них Хаббл наблюдал спектральные характеристики, которые вполне могут говорить о водяных гейзерах, бьющих на Южном полюсе Европы. Стоит отметить, что астрономы уже во второй раз засекли признаки гейзерной активности на Европе. Первый был ещё в 2012 году, когда ультрафиолетовый анализ снимков Хаббла указал на то, что на Европе состоялось извержение двух гейзеров высотой в 200 километров. Проблема в том, что открытие так и не подтвердилось. Никаких следов гейзеров больше не обнаружили ни Хаббл, ни другие космические аппараты, направленные в сторону Юпитера. Теперь же мы можем с большей уверенностью утверждать, что такие колоссальные гейзеры существуют. Возможно, они появляются, когда Европа проходит определённую точку своей орбиты и становится следствием огромной силы протяжения со стороны газового гиганта. Существование гейзеров также говорит нам о том, что мы сможем исследовать океан Европы, и нам не придётся для этого бурить многокилометровую толщу льда. В феврале 2017 года стало известно, что миссией к этому загадочному ледяному спутнику Юпитера быть. Замысел вышел из стадии концепта, и теперь инженеры НАСА готовы к стадии предварительного проектирования. Миссия получила название «Европа-клипер». Запуск планируется на 2020 годы. Орбитальный аппарат должен совершить 40-45 пролётов, в ходе которых он будет фотографировать поверхность Европы с высоким разрешением и исследовать её состав и структуру. Основная цель Европа-клипер – исследовать Европу на предмет её способности к поддержанию жизни. На этом всё, мои космические друзья. Надеюсь, вам было интересно, и вы обязательно сделайте репост этого видео и поставите лайк. До новых встреч!